Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Яну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на оперед сеанса. Она руками разводит стороны, голову трогает, пытается ее поставить на место, и у нее ничего не получается. Она это показывает, и она согласна. Хорошо, посмотри, что там мешает, подсвечивается в районе головы, сканер, просканирует. Что там блокирует? Там как... Там вбито что-то. Вбито что-то. Вытаскиваете прутья полностью, до 100%, вместе с энергией. Все невидимое становится видимой. Три прута. Вытаскиваете три прута. Железные. Железные. Они в шее. Вытащил их? Да, вышли они. Хорошо, отправляю их в клетку-тюрьму. Сила моего намерения устанавливается. Голова на место. Такой команды еще никогда не давал. У меня еще что-то есть. Голова, она как приклеена. Еще в этом месте что-то есть. Сканер просканирует, что там еще чужеродное. Выдави его или сожги. Пошел процесс. Это шар вышел. Подавила. Отправляю этот клей в клетку-тюрьму. Устанавливаю силу моего намерения голову на место. Один, два, три. Готово. Вы меня слышите? Яна? Можете говорить? Да, сейчас намного лучше слышу. Она трогает голову. А что это было? Вы не в курсе? Я не знаю. Она очень влияла на меня. Но это просто нападение. Добирала силы. Очень серьезное нападение. Попытка убийства в моих глазах. Хорошо, будем разбираться сейчас. Еще что-то есть, что мешает сканированию? Подсвечивается. Сканирование ничего не мешает. Она просто очень бледная. Сканер дай мне количество энергии. На настоящий момент у Яны? 43%. И полноту души дай мне, пожалуйста. 99%. Хорошо. Силу моего намерения даю сейчас Яне 100% ее родной энергии. 1, 2, 3. Поток пошел. Наполняет ее полностью. Это Марс. Марс. Хорошо. Ее родные энергии пошли. Даю команду. На счет. Сканер сканирует пространство над головой Яны. Под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Яны. Находит все. От железных прутов и этого клея выстраиваются два канала к ответственным. Притягивая всех в клетки в тюрьму. Стоят в клетке в тюрьме мои заложники. Ну вот она от энергии родных своих поменяла цвет. Сейчас наполнилась. Как жизнью наполнилась. У нее проявилась воронка в ногах. Вытягивая эту воронку силу моего намерения до 100% выходит летит в клетку в тюрьму. Значит снизу с нее и начнем. Бес у нее. Бес. Хорошо. Ящер. Ящер. Есть еще кто-то, но он больше на робота похож. Как гуманоид, но он меньше и он… Снимаются маски, голограммы, все сущности. В клетке представится глаз на своему эфирному коду ДНК. Этот робот он начинает дергаться. Он работает от каких-то движений ящера. Командно. Марионетку он управляет им. Отлично. Хорошо ящер. И еще кто, Верочка? Все. Ящер. Бес. Этот робот. Считай цифру у беса над головой. 9. Считай цифру ящера над головой. 340. Хорошо. Итак, паразит, у меня к тебе много вопросов. Что это ты устраиваешь в тонком теле, отбивая голову в душе? У тебя есть контракт? Нет у него контракта. От него идет информация, что он мститель какой-то. А кому ты мстишь и за что? Рептилия. Когда забрали ящера при чистке, пошла волна других объединений и чисток. Так и есть. И есть мстители, которые взяты. Ты понимаешь тупиковую ситуацию, в которой ты сейчас находишься? Во-первых, это я сделал. Я вытащил из нее этого ящера и сдал его в межгалактическую полицию. После этого начались чистки. Сейчас ты пришел опять к этой же душе. Наказание за месть идет страшнейшее. Если я сейчас спрошу Яна, она скажет тебя сжечь, то не пройдет и пару секунд, как ты перестанешь существовать. Так как ты находишься сейчас полностью под ее контролем. Если ты не понял, посмотри, где ты находишься. От него идет информация, что все мстители знают, что они могут попасть в такую ситуацию. Хорошо. Если ты знаешь, тогда тебе нечему удивляться. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Яны спроектировать все энергетические сферические каналы к бесу, ящеру, роботу и всем этим артефактам, находящимся в комнате диагностики. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Яне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. То есть ты, ящер, понимаешь, что ты сейчас напал на представителя Марса. То есть ты напал на цивилизацию. Тебе это понятно, да? В данном случае он упустит. Понятно. Значит, тебя ни в коем случае не удивит. Это было направленное нападение. Значит, ты не возражаешь, если она тебе печать... Он ожидал. Хорошо. Момент ждал. Он выбирал. Даже не знаю, кого вызывать. Или Кольта. В этом случае Лили. С мстителями мы встречались, безусловно, пару раз. Трое из них не пережили такие нападения, когда я применил живую плазму. Я думаю, ты слышал об этих случаях. Ящер. Они стояли в этой же клетке. Он готов умереть за свою цивилизацию. Какое бессмысленное существование. Погибать за тупую идею. Тебе лично кто-то нанес вред. Она тебе, твоя, ее душа нанесла тебе лично какой-то вред. Вошла в твое биополе, отбила тебе голову, вставила тебе железные прутья и склеила это еще клеем или нет? И это еще с подачи робота. Показывает, что у него нет к ней никаких чувств. Вот поэтому я и сказал. Кроме мести за свою цивилизацию. Он показывает, что пошла волна. И были проверки, аресты. Проверки, то есть они занимаются чем-то таким, о чем есть договор. На закрытие разработок. И вот это проверки он имеет в виду. И что в этом тебя не устраивает? Что в этой ситуации объясни мне непонятного? Если этот ящер... Она нанесла вред нашей цивилизации. Давай вернемся к этим словам. Она нанесла вред нашей цивилизации. Объясни, какая цивилизация? В чью цивилизацию вошла? Она вошла в цивилизацию ящера. Выбрала ящера и нанесла ему ущерб. Тогда это называется нанесение ущерба цивилизации. Без согласия ящера. В этом случае ящер вошел в нее. И она по праву души вывела этого ящера, который предстал перед судебными органами за свои деяния. Показывают, что им должны все поклоняться. Да? Серьезно? Ну, хорошо. Оставлю тебе неведение, что давно уже тот момент наступил, когда мы в состоянии уничтожать вас. Причем уничтожать полностью на уровне ДНК. И кому ты там мстил? И что там? И никто уже не вспомнит на следующий день. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Яна забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Яна себя обратно на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из всех артефактов, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на ее частоте находится, мощным потоком пошли назад. Усилий потоки в сто раз. Сколько ты находишься в этом биополе, Ящер? Она идет 9-8 месяцев. 8? Хорошо. Я не понимаю, почему Яна так долго тянула. Переходим к Биесу. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Потому что он бивал постепенно. А, понятно. Хорошо. То есть эти проблемы с ушами, что она плохо слышала, это все связано с тобой. Все проблемы с здоровьем, которые у нее были за последние 8 месяцев. Нет, у нее не было проблем с ушами. Ее проблемы были в том, что она теряла энергию, не понимала, почему. Но самое главное здесь эмоциональное состояние. Вот ей сейчас от этих прутьев возвращается как раз радость, спокойствие, счастье. Какое-то такое чувство, когда можно проснуться, радоваться, и улыбка вот у нее на лице. То есть вот это он забирал. Он забирал у нее какую-то... Это не все, Вера, что он у нее забирал. Эмоции положительные вот эти. Энергия – это одна сторона вопроса. Вторая сторона то, что он сделал с ее тонкими телами, с этой отбитой головой, и где были вставлены прутья. Он ее убивал. Он сказал, что он наемник. Ты пришел мстить. До какой степени мстить? До физического уничтожения? Он не понял вопрос. Он показывает, что он ей голову оторвал. До какой степени мстить? Сколько бы она прожила с этой оторванной головой еще? Не знает, сколько. Это насколько сильное физическое тело. Ну, ты приблизительно знаешь, сколько. Месяц, год, десять лет. Но он надеялся на быстрый результат. Кошмар. Чтобы работа была выполнена. А реверс закончился. Я встречался с многими цивилизациями. Новые ящеры иногда. Вы просто все представления мои рушите с каждым разом. Вот когда дно уже пробито, приходит еще ящер. Открывается еще новое дно. И еще дальше, еще дальше. Я с Драгой общался очень часто. Они на порядке выше вас. Я даже, Грей, и то умнее вас. Вы мотивируете тем презрением. Вы ненавидите человеческую душу. То, что человеческая душа не понимает о своих возможностях. Я это прекрасно знаю. Но я тебе скажу, что не все есть те. Подчинение идет слово. Забудь это. Ты подчинить можешь только тех, кто понятия не имеет о вашем существовании. И о правде, о той, которая существует. И эта правда, она вас разрушит. Вас сожгет свет любви абсолюта. Вы бессильны перед ним. Что-то я отошел немножко от темы. Ревер закончился, да, Вера? Ревер давно закончился. Давай, бесс, выходи, вытаскивай все, что я оставил в биополе, отключайся полностью. Сколько ты находился в биополе, бесс? Я так и не услышал. Не услышал, потому что не спрашивал. Две недели нахожусь. Где ты подцепился? Это дом был? Или на улице? Помещение какое-то показывает он. Воронку наступило. Ну, понятно. Я не знаю, в каком помещении, поэтому не могу ничего сказать. Вытащила она? Да. Затемнение лярвы есть в биополе? У нее такие, как туман вокруг головы и шеи. Собрать этот туман? Да, потому что это негативные эмоции, грусть. Включаем внутренний белосвет. Яне и она собирает и вокруг своего биополе из себя выдавливает этот туман. Все это формируется в плотный шар перед ней. Да, есть. Забираешь бес? Забирает. Отправляю бесу. Возвращайся назад. Скэнер просканирует сейчас Яну на частоте ящера, всех его подключек. На частоте робота не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили незамеченным. Если что-то есть, оно активируется, пульсирует красным цветом. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Яны с ящером, бесом, воронкой и всеми артефактами ящера и с этим роботом-гуманоидом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Яны. Этим светом она выдалит остаточной энергии на частотах интерферентовых подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Есть. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяй. Пес. Ты больше никогда не войдешь в это биополе, если не хочешь получить серьезное наказание в следующий раз. И это понятно? Ему понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса и он уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Под его воронкой открывается портал в галактическое ядро, воронка уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь мститель. Мы вытаскивали из этой души ящера и вот пришел другой ящер, который мстит за того, которого арестовали, потому что начались какие-то закрытия проектов, какие-то облавы на них. Кого-то арестовали, наверное, возможно. Да, бывает. Бывает. Благодарим. Благодарим. Железные прутья. Робота забираем, остальное уничтожить. Хорошо. Под артефактами ящер открываю воронку, в галактическое ядро не уходит на переработку, закрывая, опечатывая, растворяяя и сканер дай мне ополнитель души на настоящий момент. Стоп. Хорошо. Клитка пустая, ничего нет больше, да? Стоп. Ну давай заправим явную энергию, посмотри сколько ей нужны энергии и какая частота вибрации. Подожди, проверь её, пожалуйста, на неупокойные души. Переходим на чистоту неупокойной души. Если такова есть, выходит. Есть душа, да. Душа идет в клетку. Душа, представься, как тебе обращаться. Лия. Лия, как давно ты закончила свое земное воплощение? Закончила ли ты? Нет, она не закончила. Лия, ты в коме находишься? Она в бессознательном находится. Иногда она приходит в сознание, когда возвращается. Иногда она просто гуляет. А как ты попала в это биополе? Какой-то целью пришла? Нет, она не пришла с какой-то целью. Она передвигается. Во сне, что ли? Через людей передвигается. А зачем тебе передвигаться? Почему ты не находишься в своем теле? Потому что она болеет. И в своем теле ей неприятно находиться. То есть ты ходишь по другим телам и подпитываешь? В бессознательном она подпитывается и таким путем живет. И как долго ты уже так живешь? Три года. А какая у тебя болезнь? Какой диагноз? Что-то находится в твоем биополе? Что-то тебе мешает? Альцгеймер. Не понял. Альцгеймер. Альцгеймер. Хорошо. Можем как-то помочь? Держать ее. Мы можем ей помочь как-то? Может там сущности есть? Сущности есть в тебе, Лия? Она не знает, есть ли сущности в ней. В ней очень много медикаментов. В тонких телах обрамляет ее очень много. Полностью закрыта она имеет. Ты хочешь, чтобы тебе помогли, облегчили тебе выдавить? Например, из тебя мы можем вытащить этот шар медикаментов, который тебя перекрывает доступ энергии. Если есть сущности, я могу сущности вытащить из твоего биополя. Хочешь этого? Про сущности она не знает ничего, а медикаменты ей мешают. Да, она хочет их выдавить. Хорошо. Еще один вопрос. В какой стране ты живешь? Азербайджан. Азербайджан. Хорошо. Делаем следующее. Появляется монитор в комнате диагностики. Выстраиваю прямой канал от Лии к ее биороботу. 1, 2, 3. И ты видишь ее биоробот. Это женщина, бабушка женщины на постели. Проявляется это облако этих энергий от медикаментов. Ты его видишь? Да, вижу. С силой моего намерения выдавливаю, включая ей внутренний белосвет Лии. И она выдавливает из себя, я помогаю моей энергией, выдавливаем все эти энергии медикаментов в шар перед ней. Да, будет так, а так и есть. Все выходит до 100% формируется перед ней в шар. Готово. Большой? Да, он как глобус. Открывая воронку в галактическое ядро, сбрасывая этот шар на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Если в биополе Лии находится сущность, а не проявляется. Пошла информация. Никто не проявится. Человек сам должен запросить. Хорошо, она у нас об этом не просила, соответственно, никто не появится. Но что можно было сделать, мы сделали. Лия, мы убрали это облако медикаментов. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, ваше тело. Вы готовы? Мы просит дать ей энергии после возвращения. Хорошо. Я верну вас и дам вашему биороботу и тонким телам необходимое количество энергии и подниму вибрации. Ну, давай сначала, наверное, сделаем с тонким телом. Посмотри, сколько энергии нужно Лии и какая частота вибрации. Она не понимает, как это происходит. Она видит себя на экране, она стоит в клетке, и надо соединиться. Хорошо, портал открыт. И возвращаем назад Лию в ее систему биоробот-душа. Она обходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Она знает, как входить в тело. Если выходить умеет. Она готова и ждет. Хорошо. Посмотри, сколько энергии нужно Лии и какая частота вибрации. 380 и 24. На счет 3 макушку головы Лии начинает поступать 7. Высокоаберационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли, наполняет, усиливает все необходимые ей цвета, начинает поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Коронная до 26 Гц, у нее коронная чакра. И поднимаем коронную чакру вибрации до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лия, как вы себя чувствуете? От нее идет информация, что сгармонизировалась она сейчас. И просто спит. Хорошо. Мы свою работу сделали. Отключаемся от объекта. Ты в комнате диагностики, убирая экран, сжигая этот канал. Канал сжег. Переходим к Яне. И на заправке энергии мы остановились. Посмотрите, сколько энергии нужно Яне и какая частота вибрации. 424. На щитрю макушку головы Ян начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Яна, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Сейчас хорошо чувствую. Как будто ничего и не было. Гибкая, сильная. Отлично. Пару дней еще понадобится. Для того, чтобы восстановиться, обязательно заправляйтесь энергией. Взбрасывайте негатив. Миркаба активирована в биополе. Посмотри, Яна. У Яны. Вера. Это я не вижу Миркаба. Миркабу вы тоже не активируете. Вы не работаете с собой. Соответственно, у вас никаких защит нет. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Яны активируем Миркабу. Активирована. Да, есть. Хорошо. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Яна в ее систему биоробот-душа. Забудем. Подключаем к каждому органу каждой клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Вот теперь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok